Впервые за много лет Валерий Токарев выезжает на улицу самостоятельно. Десять лет назад из-за гангрены ему ампутировали ногу. И вот теперь сначала осторожно, а потом уверенней Валерий Васильевич выезжает на прогулку. Я такого ждал, что когда я спущусь вот так, один, без жены, а был пандус коротенький, спуск крутой, жена меня с большими усилиями затаскивала сюда, в подъезд. А сейчас просто прекрасно. Такие же современные пандусы сделаны еще по нескольким адресам. Почти 10% горожан имеют инвалидность. В рамках программы «Доступная среда» для людей с ограниченными возможностями также понижают бордюры. Перед проезжей частью ставят специальные плитки. Тактильные линии помогают слабовидящим людям выбирать направление движения. Если человек хочет, чтобы ему установили пандус у подъезда его дома, ему необходимо обратиться в комитет ЖКХ, который расположен в Ульянске 61, в 39-й кабинет. При себе нужно иметь подтверждающие документы. Впервые в Сызрани рядом со школой соорудили подъемник, в котором, как в лифте, есть дверца и кнопки, чтобы двигаться вверх и вниз. На автоматической площадке легко поместится человек в инвалидной коляске и любой, кому тяжело идти по ступенькам. «Доступная среда не только для инвалидов, а вообще для всех маломобильных граждан. Например, для мамочек с колясками, беременных женщин, пожилых людей. Нажал на кнопку и поднялся наверх без чьей-либо помощи. Анатолий Волошинский, Дмитрий Медведев. Вести детально. Дмитрий Медведев.